Слава Господу, дорогая церковь! То, что мы сегодня живы, то, что мы сегодня здоровы, то, что никто не подорвался на мине, сегодня я слышал, что позавчера в одной семье произошла проблема. Один из сыновей подорвался на мине, и в каком сегодня состоянии, я пока не знаю. Сегодня утром услышал. Сегодня мы имеем здоровье и возможность, желание прийти в Дом Божий. Слава Господу за это! Сегодня мы желаем, чтобы имя Божье прославилось, ибо в день Рождества Господь сказал, что Господь с нами, то есть назовешь Ему имя Эммануэл, то есть Бог с вами. Помолимся, чтобы Господь благословил сегодня это собрание, чтобы во славу Божию оно сегодня прошло. Господь, благодарим и славим Тебя за то, что по милости Твоей мы живы и здоровы. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы в Доме Твоем. Не в каком-то другом месте, не в других переживаниях, а сегодня мы пришли, чтобы поклониться Тебе. Хвала Тебе, Господь, за это! И просим Тебя, благослови нас Твоим отцовским благословением, чтобы сегодня мы внимали Слово Твоему, внимали и в дальнейшем исполняли, как Церковь Твоя мы могли нести это назначение, в мире светить светом благодати и отображать образ Твой. Просим Тебя, благослови проповедующих братьев, благослови поющие сердца, зажги наши души к молитве и к молитве благодарности за то, что мы имеем в нашей жизни от Тебя самое лучшее и прекрасное, имеем от Тебя дар совершенный, то есть вечную жизнь от Господа Иисуса Христа. Хвала Тебе, Господь, за это! Просим Тебя, благослови в том доме, где есть переживания и болезни, где есть эта трагедия, просим Тебя, приди и даруй утешение. Молим Тебя за тех, которые поехали по селам при Азовье, благослови, Господь, и услышь наши молитвы, чтобы и они имели от Тебя помощь и безопасность. Благослови Тебя, церкви, которая сегодня собирается в той зоне, где идут военные действия, будь милостив, помоги, чтобы собрания продолжались, чтобы мы могли молиться о мире и согласии между людьми и люди находили также решение всех конфликтов и правильное решение вопросов. Прибудь, Господь, с нами, имя Твое Божье, да будет благословенно и прославлено. Аминь. Мы все дружно, радостно споем такой гимн, призовем Господа Иисуса Христа. Господь, прибудь Ты с нами, и нас веди всегда премудрыми путями, к источнику добра. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 что мы сеем и в итоге, что мы пожнем. Написано в послании Галатам, 6 глава, что 7-8 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Отец Небесный знает всех нас досконально, и мы индивидуально стоим пред Господом. Он наблюдает за нами, Он испытывает наши сердца, Он наблюдает за нашей душой, за нашим сердцем, как мы поведемся в той или иной ситуации, как мы встали утром, как мы провели день. Эту рабочую неделю, я думаю, каждому из нас здесь, как бы, над чем поразмышлять и задуматься, и мне, в первую очередь, как я прожил эту неделю. Проставлялось имя Господа в моей жизни. И в послании Римлянам, 2 главе, 6 стихе написано, что Он воздает каждому по делам Его. Господь любящий, милосердный, но Он и строго взыскивающий. Он наблюдает и хочет, чтобы исполнялась воля Его. Хочет, чтобы исполнялась заповеди, уставы, как перед собранием Василий Иванович прочитал проповедь, там его сказано о том, что Он утверждает. Он церкви своей, Он глава церкви, Иисус Христос, Он утверждает здесь уставы и заповеди. И Он будет, конечно же, как начальник церкви, как глава церкви требовать и строго за этим следить, за исполнением. В притчах 24 главе, в 12 стихе сказано, что Он, наблюдающий, испытывающий сердце наше, притча 24 глава, 12 стих. «Наблюдающий за душею Твоей знает и воздаст человеку по делам его». То есть, в этой жизни земной, она, как бы, по сравнению с вечностью, как, можно сказать, ничто. Важно человеку понять при жизни, где он будет после смерти, где его будет душа, в какой он будет вечности, и как прожить эти все года жизни, которые Господь по милости Своей дал каждому из нас, и оставить добрый след. Пройти этот путь христианский, порой тернистый, с испытаниями, но это действительно та будет награда, которая на небесах, и жизнь вечная с Господом. Чтобы сеять доброе, мы должны взирать на Иисуса Христа, потому что в Матфеем, 16 главе, 27 стихе написано, что Матфеем, 16 глава, 27 стих, извините, написано, что Господь, вся слава принадлежит Ему, и Он будет оценивать нас и воздавать каждому по делам Его. Он сеет то доброе семя, Господь Иисус Христос. Сеющий доброе семя есть Сын человеческий, потому что никто другой, а Сатана – это обманщик, клеветник. Он хочет украсть, убить и погубить. Господь утверждает, а Он хочет уничтожить то, что Господь создал. И Он будет всячески каждому из нас говорить о том, что не нужно предлагать, очень красиво предлагает то, что есть искушение. Но Господь силой Духа Святого христианина хранит нас в Его пути. Также в Псалом, 61, 13 стих, мы читаем, что Господь любит нас. В Псалом, 61, 13 стих. И у Тебя, Господи, милости, ибо Ты воздаешь каждому по делам Его. Господь милостив к нам, и Он прощает. Написано, что каждый, кто исповедует пред Господом, то простится Ему. Да, мы, живя в теле, на этой земле, мы порой согрешаем. Но Господь, Он, Иисус Христос, ходатай пред Господом за нас, за каждого. Оставит Духа Святого, Утешителя, который наставляет нас на пути и научает. И, конечно же, дьявол, он и создал, есть такая фраза в Библии, худые сообщества. Худые сообщества, это не от Господа, это там начальник сатана. И они развращают добрые нравы. Особенно молодежи нужно быть очень внимательными, чтобы все мы молились за детей, за молодежь, как они станут на пути христианства. Особенно сейчас, когда вчера было служение, когда много молодых людей вливаются в церковь, становятся членами церкви. Очень важно иметь правильное понимание вначале и ответственность перед Господом. Дисциплина, прежде всего, в церкви, порядок и дисциплина должны быть видны в христианах. И Господь бы оставляет своих детей. Кто же не наследует Царствие Божие? Тот, кто сеял неправильно, да, братья и сестры? И в 1 Коринфянам 6 главе 9 и 10 стих описано, кто не наследует Царство Божие. Или не знаете, что неправильное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни будники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни маваки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злорочивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует. Четко указано, что по Слову Божьему, да, благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы твердой верой мы могли противостоять различным дьявольским искушениям, которые, как бы, в нашей жизни земной могут быть в каждом дне представлены или приукрашены дьяволом. Пусть Господь также нам, каждому дает правильное понимание, чтобы мы молились, особо сейчас, когда за дверью, можно сказать, боевые действия, война за наших братьев, за наших отцов, сыновей, и чтобы мы каждый четко знали, не так, что будешь там воевать или оружие брать в руки, да, не знаю, наверное, нет, а мы должны четко знать, что мы не будем брать оружие в руки, что мы исповедуем Господа своего личным Спасителем, что Он Спаситель, и мы миротворцы, чтобы не было никакого малейшего сомнения, что какая наша позиция. Наша позиция одна – это мир, который божественный от Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Да будут наши семьи, наши дома под обильным Божьим благословением. Помолимся, братья и сестры. Вместе с хором споем песнь, «Как дышит в семени цветок, а дерево в зерне, так милости своей высок Христос живет во мне». «Да, 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 Христос живет во мне». Когда побысту я о том, что Он живет во мне, Подобный быть Ему во всем хочу в земной стране. Да, Христос живет во мне. Господи, услышь молитву мою, Внемли молению моему по истине Твоей, Услышь меня по правде Твоей, И не входи в суд с рабом Твоим, Потому что не оправдывается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, Втоптал в землю жизнь мою, Принудил меня жить, как во тьме давно умерших, И уныл во мне дух мой, А не имело во мне сердце мое, Вспоминаю дни древние, Размышляя о всех делах Твоих, Рассуждая о делах рук Твоих, Простираю к Тебе руки мои, Душа моя к Тебе, Как жаждущая земля. Господи, скоро услышь меня, Дух мой изнемогает, Не скрывай лица Твоего от меня, Чтобы я не уподобился нисходящим могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, Ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, Ибо к Тебе возношу я душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих, К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, Ибо Ты, Бог мой, Дух Твой благий, Наведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Оживи меня, ради правды Твоей, Вымеди из напасти душу мою. И по милости Твоей, Истреби врагов моих, И погуби всех угнетающих душу мою, Ибо я Твой раб. Аминь. 142-й псалом. Мне недавно говорила мама, Осторожно, лужи здесь и яма. За руку она меня брала, На хорошую дорогу вела. Вредные привычки – это лужи, Это тише яма, только глубже. Если в детстве нас не уберечь, То оттуда в детстве извлечь. Силой Божией, братья и сестрички, Прогоняйте вредные привычки. Аминь. Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Моя мама с 900-го года. Она уверовала девушкой, И в 20-е, 30-е на подводе. Они ездили по селам за 13, Больше километров. Пели, проповеди говорили. И вот в те годы, Когда на доке у нас был Павел Филиппович Регин там тогда, Я смотрю, он поет с хором Такие псалмы, которые и мама пела В 20-е и 30-е годы. Она много. Десятизборник почти весь. А потом меня научила. А потом, Когда перед смертью за неделю, Мама, ну ты много Псалмов знала. А какие самые твои любимые? Она говорит, Мама, То единственный был на земле, И я искал так много лет. И вот память о маме. Я хочу вам спеть псалом, Хотя вы его и знаете. Я искал так много лет, Ту же мчужину друзья, Я прошел почти весь свет, Все моря и все края. Не достоин я всех твоих милостей, Боже, 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 сколько ты для меня совершил. Я был грешник несчастный, Погибший без Бога, Недобро, а неправду дарил. Погибший без Бога, Боже, 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 Бога, Боже, И Как Боже, Джерна И От Тебя я был далек, Но ко мне был близок Ты. И меня, сестер и бедный, Ты меня привлек душу спас как вечно тьмы. Не достоин Тебе я взывать и молиться, Боже, до меня удостоил Ты сам. За меня Ты пришел уберечь и добиться, Чтобы Бог не открыть небеса. От Тебя я был далек, Но ко мне был близок Ты. И меня, сестер и бедный, Меня привлек душу спас как вечно тьмы. Дорогие братья и сестры, Сестра рассказала о жемчуге, О той великой цене, которую действительно стоит этот жемчуг. И, впрочем, то, что нам Господь дал в своей жизни, Как у верующих людей, Мы можем сказать, что и то, что песни словами, И то, что Он мне в жизни даровал, На все богатства мира не сменяю. А вот я хотел сегодня прочитать Именно место, которое противоположно такому мнению. 41-й псалом. Мы читаем выборочное, наверное. Жажди душа моя к Богу, Третий стих, Крепкому, живому, Когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, Когда говорили мне всякий день, Где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, И что смущаешься? Уповай на Бога, Ибо я буду еще славить Его Спасителя моего И Бога моего. Унывает во мне душа моя, Посему и воспоминаю о тебе В земле Иорданской Схермона с горы Цаар. Скажу Богу, заступнику моему, Для чего ты забыл меня? Для чего я с этого хожу От оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, Ругаются надо мной враги мои, Когда говорят мне всякий день, Где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, И что смущаешься? Уповай на Бога, Ибо я буду еще славить Его Спасителя моего И Бога моего. Это эти слова, присущие человеку верующему. И верующий человек, Который, если в противовес прочесть Пятидесятый Псалом Давида, Там он знал, Вот где источник силы и могущества. И поэтому, когда он упал в грех, То 12, 13 и 14 стих 50 главы, Там сердце чистое, Сотвори во мне Божие, И дух правый обнови внутри меня, Не отвергь меня от лица твоего, И духа твоего святого не отними от меня, Возврати мне радость спасения твоего, И духом владычественным утверди меня. Это муж Давида, А это сынов Кореевых. И один из таковых, видимо, Вот такую минорную песнь нам преподал. Там действительно, друзья, И уныние, и отчаяние, И в итоге депрессия, Духовная депрессия, Которая является следствием того, Что человек этот, Который высказывает эти слова, Он не вполне понял суть спасения, Богатства Христа, Недостаточно оценил его полномочия. И вот с таким багажом он пришел, видимо, В смущении, в сокрушении. И вот такая вера у него. Сегодня брат при собрании мечтал о том, Что церковь наполняет людей разного рода. И положение пред Богом, И по мере веры, И по мере познания, И вообще по ревности к Богу. Мы все разные и на разном уровне. И поэтому вот порой так вот, Когда подчиняют, допустим, программой о том, О святости, что нам нужно вот освящаться и так далее и далее. Как много людей, которые еще не готовы достичь этого. Они просто не подготовлены к тому, Чтобы какой-то очередной этап совершить в жизни своей. Потому что душа его наполнена вот этим неверием, Недоверием, недооценки и прочее. И вот это все настолько его вводят в состояние минора, Слез, переживаний. Незавидно, дорогие братья и сестры, Иметь вот такое состояние. В то время, когда Писание говорит, Возлюбленный, припаяся в чресло ума вашего, Говорит Петр 13 стихом 1 главы, Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать В явлении Господа Иисуса Христа. Распаяся на ум припаяшь, И в виде именно то, чтобы постичь в полной мере И совершенно понять ту Христом принесенную благодать. А когда читаем автора «Евреям», Там сказано, что «До приступаем с искренним сердцем, С полной верою, Краплением очистивший сердца Свои от порочной совести, И омыв тело водою чистую». Значит, и то, и другое место говорит о том, Что к Богу надо приближаться с полной верою, Совершенно уповать на Него. Вот тогда, дорогие братья и сестры, Когда мы в полной мере постигнем Вот суд принесенной благодати Христом на землю, И припишем это к себе, Тогда у нас является, прежде всего, Уравновешивает наше сердце покоя, О чем Христос говорит, «Придите, я успокою вас, Вы меньше будете лить, Вы будете петь мажорные песни, Радостные, больше того, Ваши уста откроются для живого свидетельства О том, что ты пережил». И когда однажды совершил Христос священодействие, Он говорит, «Пойди и скажи, Что совершил с тобою Господь». В духовном плане мы должны обязательно, Дорогие братья и сестры, Если мы вот это испытали, И в той полной мере Положившись на Божью благодать, Утвержденные действительно в том, Что Бог не обманет, И все те обетования, Которые Он дал нам, Должны быть нашим достоянием. А коль так, Если мы верим, Что обетования всегда прибудут, Хотя бы все разрушилось, Но обетования Божьи стоят. Вот эту твердость, Вот это действительно состояние души Мы должны передать другим. И порой о нас даже люди, судя так, Не потому что мы говорим, А как мы говорим. Когда мы говорим от ума, Одно повествовательное, Когда мы говорим от сердца, Оно бывает действительно действенно, От сердца к сердцу приходит. Поэтому вот живого свидетеля Узнают потому. И дай Господь, Чтобы мы вот этот вопрос Действительно отработали в себе самом. Мы бывает приходим, Какими приходим мы в собрание, И такими уходим. Вот. Нас ничего, Потому что мы вот несем Вот этот груз смущения, Сомнения, Недоверие и прочее. Это очень, дорогие братья и сестры, Нехорошее явление, Которое вот находится порой В наших сердцах. И много категорий, Можно людей выстоять, Но из-за ограничения времени Я предложу три категории людей, Которые приближаются к Богу Вот в таком состоянии. Первая категория людей, Уверовав Господа, Они еще не имея стаж Христианской Должной мере срока, Ищут и копаются в себе, Ища плоды святости. И когда они этого не находят, Они говорят, Ох, Господь не посетил меня, Дух Святой не является во мне водителем. И таким образом, Дорогие братья и сестры, Они такое состояние имеют, Угнетенное, утружденное. Другая категория людей, Это люди, которые сравнивают себя С другими преуспевающими христианами. А почему я не такой? Почему бы мне вот так не проповедовать? Почему бы мне вот так не милосердствовать? Я вот не такой. Уже говоря об этом, Это положительное явление. Он не удовлетворен с собой. Но он пока находится на стадии становления, Что он желает быть такими, Как тот, другая, третья, Которые трудятся и активно трудятся для Господа. А я не такой. Я сижу вот на одном месте 50 лет И от меня никакой отдачи. Бог говорит, свидетельствует. А я притупил свой слух, И порой один раз слышу только умом, До сердца не доходит. И он сокрушается. Это тоже нормальное явление. А сатана тут, как тут, говорит. И ты что? Хочешь таким быть, как он? Преуспевающий? Да никогда ты не будешь. Вот сиди в своем куточке, Как рак отшельник, И довольствуйся тем, что есть. Враг тут, как тут, дорогие братья и сестры. И эта душа смущена, Соблазнена этим врагом, Который тут же бодрствует, завидно. Вот третья категория, Которые приходят в церковь, Это люди из здравопорядочных семей. Их семи родители были воспитаны. Педагогика преподавания детям Была на высшем уровне. Сам оборот речи и все прочее, Что они совершали, Они все, как говорится, Были благие, хорошие, В тоне действительно нормальных, Здоровых тонов. И когда они приходят в церковь И говорят, Ну что, мне-то и не в чем каяться. Я соблюл и то, и другое, и третье. Я добропорядочен, морально, нравственно. Я на высоком уровне. В чем мне каяться? Это тоже ненормальное явление. Потому что Писание говорит, Что все согрешили и лишены славы Божьей. А если все, то и интеллектуалы, И те две группы, Которые смотрят на других, Копаются в себе, Они грешны. И Писание говорит, Рождаются чистые от нечистого. Ни один, Ио говорит. Поэтому, если это так, Что я тоже подпадаю, Действительно, под милость Божью. И здесь уже, дорогие братья и сестры, Очень страшный грех, Когда человек самонадеян. Он считает, что вот то, что он имеет, Это вполне достаточно, Чтобы быть принятым Богом. Он в полной мере не переживет Вот рождение свыше. Для того, чтобы прийти к Богу, Нужно уничижить себя настолько И сказать, я в жизни неудачник. Я действительно пережил столько в жизни, Что теперь не знаю уже. Единственная надежда Ты, Господи. Видоизмени меня до неузнаваемости. Я знаю, что Ты делал это с людьми многими. И я хочу быть таким счастливчиком. И вот когда, дорогие братья и сестры, Вот человек так подходит, Естественно, благодать Божья начинает действовать, Кто бы ты ни был, Какой бы категории людей ты не принадлежал. Ты поистине ощутишь благотворное действие благодати на Тебе Господней. Ты тогда действительно запоешь песни славы и благодарности Богу. Ты будешь живым свидетелем, Что я был вот таков, а теперь я вижу. Да. И вот это этим группам всем, Если кто-то находится в таковой, Из них одно из трех, Надо помнить, что не смотри на свою святость, Не смотри на других людей, Не кичись своими данными, А прежде всего обрати внимание на то, Что Ты уже получил, Что Тебя Христос спас и оправдал, Что Ты уже являешься объектом любви Господней, Что Его очи презирают на Тебя, И начав труд, Он будет совершать до конца. Святость – это не одновременное явление, Это процесс жизни человека. И Писание говорит, Святой досвящается еще, Праведный творит правду еще, А лукавый будет лукавствовать до усталости, И придет к Тебе и труд. Бог в свое время тебя пробудет для того, Чтобы Ты начал творить дела милосердия, Больше того, открыл уста для живого свидетельства. Конечно, не без подкрепления Своего личного авторитета. И когда Он говорит, Что если Ваша праведность не превзойдет Праведности книжников и фарисеев, Не увидите Царство Небесное. В Ветхом Завете говорит, Я вот их не посылал, Они сами побежали. А фарисеев говорит, Вот все то, что они говорят, Вы слушайте, но по делам и не поступайте. Потому что они говорят, но не делают. И нам ответственно становиться на это святое место, Если прежде всего возникав еще мысль та или иная, Она не прошла через мое сердце. Если не прошла, лучше молчи. Чтобы не быть соблазном для тех, Которые будут смотреть за твоей жизнью и соблазняться. Потеряешь семью, круг друзей, Больше того, потеряешь вечность. Здесь нам нужно быть принципиально требовательным в себе. Хоть Ветхий говорит, что не будь слишком строг для себя. Но мне кажется, каждая неудовлетворенность наша, Она послужит к нашему дальнейшему поиску, Проверке своей, молитвам, постам и прочее. И Бог к нашим услугам всегда. Он готов нас. И как здесь вот говорит сердце, Давид говорит, сердце чистое, сотвори в ней. Значит, устрани из сердца все то, что препятствует моему духовному росту. А он создает благоприятные такие... Я вчера только прочел такой стих, Когда один проповедник, проповедуя и говоря, Какое положение мы имеем в Господе, Он протянул руку, сделав ладошку так, лодочкой. И говорит, представьте, что здесь у меня на ладошке раненая птичка. Что будет с этой птичкой, если я разожму? Он говорит, упадет и разобьется, правильно. А если я сожму? Ну, раздавит, раздавишь и пропадет. А я вот и держу вот так вас. Чтобы вы имели простор, Чтобы вы обогащались мною, Чтобы действительно проходил этот процесс духовного становления, Я держу лодочкой. А вы совершайте все это. Я вам в помощь. Я вас утвержу, укреплю, Соделаю непоколебимыми. И вот из этого такого бренного состояния, Неутвержденного, Вы будете мужами веры. Потому что стихозарение, Песнь, это в десяти сборнике было. Недавно от тебя рожденный еще младенец я душой, И малой силой одаренный. Я знаю, будет рост святой. По мере роста больше силы в меня влагает Господь, Мой Бог, чтобы как орел ширококрылый Тебе возносится мог. Отрастут крылья, дорогие братья и сестры. Коль хочешь подняться и летать, Верь и молись. Проверяй себя ежедневно при свете Слова Божьего. Ты увидишь все пороки. Больше того, Слово как дух и жизнь вдохнет в тебя, Больше эликсир бодрости в следовании за Господом. Вот это, дорогие братья и сестры, Бог создает в нас. И когда мы читаем Крымлинам, Одним словом, закон – это дела. Праведность закона или оправдание – это дела. А праведность по благодати – это прежде всего вера, А потом следует за верой в дела. Но мы не знаем, что праведность наша, Мы знаем, как запачканная одежда. Коль мы в праведности Христовой приняты им, То соответствующие будут дела. Плоды жизни они скажут за себя. И оправдание мы читаем, Девятая глава, Пятая глава Крымлинам. Посему, девятый стих, Посему, тем более ныне, Будучи оправданы кровью Его, Спасемся им от гнева. И в другом месте Павел говорит, Что он определил нас не на гнев, Но к получению спасения Через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, уже не давление закона, А благодать Божья, Она настолько снисходительна к нам, К нашим порокам и прочее, Что мы допускаем. И она вот именно нас терпит, Вынашивает, Вынашивает долготерпеливо. И мы также, дорогие братья и сестры, Брат тоже читал к этому, Как мы должны снисходительны быть. Если Бог к нам так снисходит и долготерпит, Почему мы не должны терпеть ближнего, Начиная с жены, с братьев и сестер, С соседей и прочее, Не быть вот такими же милосердными, Долготерпеливыми, Любящими, Тактичными, Чтобы действительно вот это Высоконравственное учение Прочли люди. Как бы не расширилось знание, И не развивалось знание, Не расширилась умственная сфера человека, Но никогда не может человек Прозвать той нравственной культуры, Которая нам светит в Евангелии. Действительно, дорогие братья и сестры, Многие даже критики Библии, Смотря на народ Божий, Говорит, это отличительный народ, И меня перевоспитывали, И в армии, И все. А потом один политрукой говорит, Знаешь что, вот в чем ты стоишь, Хоть я был представлен для того, Чтобы тебя перевоспитать, В том и стой. Для меня это было такое утешение, Думаю, из уст атеиста, Который мне не желал доброго, Он меня благословил. Я благодарен Господу, Что вот на нашем жизненном пути Господь вот именно воспитывает нас, И терпение Его, Оно действительно такое великое, Что мы удивляемся, Господи, Мы так не можем выносить ближнего. Вот это оправдание, дорогие братья и сестры, Оно действительно должно практиковаться во всей нашей жизни. То есть, вот ту славу, которую имеет Господь, Мы не должны расслаивать, Чему-то отдавать еще то, Что по праву принадлежит Христу. Вот Ветхий Новый Завет, Помните, Когда исцелил Господь частично одного, Он видел сперва людей, Как проходящие деревья. И вы знаете, Вот в таком состоянии, Как у меня сейчас физическое состояние, Я не могу без очков, допустим, Посмотреть песнь. Вот. Но слава Богу, что есть духовное зрение. И поэтому вот о последующем, Последующем, Когда он совершил очередной доп. исцеления, То он стал ясно видеть. Вот мы бывает, Что вот этот процесс, Который Господь совершает в жизни нашей, Желали бы ускорить. А это на руку сатане, Потому что он все время ускоривает это. И человека побуждает на то. Нам нужно вот именно, Если же мы подстать, Подошли под благодеющую руку Божью, Не торопить его. Это оскорбительно для него. У него своя методика. Он размерен, Медлен, Но верен. И досягает желаемое, Чтобы действительно вот этот фундамент Божьей веры, Настолько окреп в этом человеке, Чтобы можно было показать сатане, Как он показал Иова. Посмотри на этого человека. Он покажет, что значит суть веры. И вот именно трудясь в этом, Он, дорогие братья и сестры, Постоянен. Вот это постоянство, Оно должно быть так же наличествовать у нас. Когда, вот помните, На Венесовском озере поднялась буря. И мы, то есть ученики, Вскричали и говорили, что, Господи, погибаем. Вот мы несем себе Христа в сердце. Потому что верою Христос входит в сердце наше, И мы даем ему, как говорится, комфорт. Но в таких стесненных обстоятельствах Часто мы забываем, Что Христос не может с нами потонуть. Как те ученики кричали. И здесь, в житейском море, Которое мы преодолеваем, Да никогда он не допустит, Чтобы мы пошли ко дну. Это собственность им приобретенная. И она настолько дорога для них, Что он не оставит так легко, Отдав врагу или же тем обстоятельствам, Которые вот окружают нас. Мы зачастую, дорогие братья и сестры, Полная вера, она заключается в том, А вера по сперженному определению, Это прежде всего знание, Признание за правду И уверенность в этой правде. Интеллектуалы, Они зачастую берут на ум. Ум. И они умом постигают истины. Но их удел, Это пять неразумных дел. Когда мы только умом, Нам нужно сердцем и волей. И тогда ум, сердце и воля, Оно сливается воедино, И мы становимся тверды и непоколебимы. Поэтому это нужно учесть. Бывают, дорогие братья и сестры, Такие вот напрасные сожаления. Вот, в частности, мне пришлось в мирном поселке, Когда мы его анализировали, Волноватский район, Там одна учительница, очень умная, Почетный учитель поселка, И даже по Украине, если не ошибаюсь. Вот. У веровав, она постоянно себя казнила чувством вины. И, казалось бы, Христос сказал, Что вот он возьмет грехи и говорит, И грехов и беззаконий он не вспоминет более. Это Христос сказал о всяком, Которого он принимает. А мы порой, дорогие братья и сестры, Казним себя вот именно теми чувствами вины, Которые вот некогда совершили. Теперь совершенный один грех. Вот представьте, Человек веры впал в грех. И здесь ему в помощь, Это случайное или сечение обстоятельств, Но такое не исключена возможность быть. И он, Писание, которое говорит, Если исповедуем грехи, То он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши И очистит нас от всякого беззакония. Он праведен. Он вот именно благодаря своей праведности Нас прощает. Почему ты вот именно страшишься, Что это постигнет тебя обязательно, И Бог это учтет? Опять чувство вины. И настолько они пагубно действуют на человека, Что он ходит понурый в голову, Сахбенной, И всю жизнь, можно сказать, Его это угнетает, Не дает полной радости, свободы, Разворота в плане служения. Все. Опять уныние, Опять давление, Дорогие братья и сестры. Бог нас хочет вывести из этих тенет греха. Какие бы, в каком бы образе это не совершалось, Мы прибегать должны. Здесь говорят, Ты будешь еще славить. И первые стихи, Они говорили о том, что, Как лань желает потоком воды, Так желает душа моя к Тебе, Боже, Жаждет душа моя к Богу крепкому, Когда приду и явлюсь пред лицо Твое. Бог крепкий, И Он всемогущ, Он все готов простить нам. И, дорогие братья и сестры, Вот здесь мы должны относиться К всемогуществу Бога Со страхом и уважением. Мы не должны бояться настолько, Как порой бояться людей там и прочих, Обстоятельств и прочее. Мы знаем, что Бог всемогущий. Нам нельзя терять страх. В нашем сердце Он поселил любовь. Это является оплотом надежды. Когда я не любил, вдруг полюбил. Это не от меня. Любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это радость. И притом это конкретно, Для конкретного человека он ощущает это. Что вот эта новая тварь, Она заработала в нем. Что он теперь готов именно увидеть слезы, Увидеть нужду. И даже когда отчаяние приходит, Когда отчаяние тебя всего объемлет, В душе царит глухая ночь, Когда никто твоим рыданием не внемлет, Не может друг и брат тебе помочь. Не оскорбляй небес сомнением и укором, Но обратись к тому с горячей мольбой, Кто на тебя глядит благим и кротким взором, И кто всегда с тобой. Он с тобой. Он со мной, дорогой брат и сестра. Он готов всегда служить нам. Дух Святой, он в сердце человека, Он находится как наседка. Как наседка. И он не посылает и ободрения, поощрения. Он может и обличить, Но обличает не так, как мы обличаем Со строгостью милиционера. А он действительно, дорогие братья и сестры, Так нежно говорит, тактично, Чтобы и не унизить его достоинство человеческое, И в то же время, чтобы человек понял, Дух Святой – это нежная личность божества, И мы к нему с особым должны относиться почтением, Чтобы не оскорблять его, Чтобы не унижать его присутствие в нашем естестве. И об этом мы должны постоянно помнить. И вот тогда, дорогие братья и сестры, Вот это любовь, которая согревает наши сердца. Больше того, вот эта радость, Неизреченная и преславная, О чем он говорит, я даю вам радость совершенную. И вот этой радости никто не отнимет. Никто не отнимет у вас. Это радость. И многое чего другое, Что мы испытываем, живя с Господом, Оно неоценимо, все неоценимо. Мы о всем этом должны помнить. Брат как-то сказал с проповедей, Что насчитывается в Библии Около шести тысяч обетований для народа Божьего. Это имеется, включая и Ветхий, и Новый Завет. Какое богатство! А обетование – да и аминь в Боге! Он не может лгать, не может изменяться. Часто мы, дорогие братья и сестры, Так став на путь Господень, Как мне друг говорил по работе, Что, Алексей, не устаю! Я говорю, устоишь! Если Бог действительно тебя укрепит, утвердит, Никакие волны моря или жизненные тебя не сокрушат. У тебя будет потенциальное следование за Богом. Вот бодрости и силы духа. Так что вверяйся Ему. И как можно скорее. И он умер, действительно исповедавшись пред всеми. И говорит, да, медлил. Вот эта медлительность, которую слышит о Господе, Что он готов любого принять. Ко мне, говорит, обратитесь. То есть посмотрите на меня. А Иоанн, то есть Павел говорит, Что Иоанн, точнее говорит, Смотрите, какую любовь дал нам Отец, Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Распятие, крест, висящий Христос. Какая великая цена. Человек медлит. Он недооценивает это. Он считает, что это какой-то удел избранных. Да вот сегодня, когда ты слышишь Вот это повествование, оно дорогие. Это не то, что я хотел по симфонии говорить Или же какими-то еще методами это. Просто от сердца к сердцу скажу, Друг, тот, который еще не испытал любви Божьей, Поспеши, поторопись. Пока не поздно. Все признаки пришествия уже налицо. Все услышали о Господнем истине. Весь мир услышал. И когда будет проповедано Иоанн, или во всей вселенной, Тогда придет конец. Тогда придет Господь за избранной. Не останется здесь врагу на посмеянии. Устрани все эти препятствующие причины К той благословенной, святой, радостной в Боге жизни. Будь живым свидетелем. А ты оставь от себя добрый след на этой земле. Пусть Господь тебе поможет в этом. А нашему любящему Богу, который так долготерпелив к нам, мы принесем славу, честь и поклонение нашему любящему Богу, Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Сына и Духу Святому. Аминь. 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 Кто мной там служит, будем Господу. Много видит боя мы, шествуя путем. Но ведут все сил злоти, верою идем. Пусть от Иисуса вновь, крикни, я пойду. Я иду, мой там служит, будем Господу. Если море черное тяже впереди, Помни слово верное, верою идем. Пусть от Иисуса вновь, крикни, я пойду. Я иду, мой там служит, будем Господу. Пусть от Иисуса вновь, крикни, я пойду. Пусть от Иисуса вновь, крикни, я пойду. Я иду, мой там служит, будем Господу. Пусть от Иисуса вновь, крикни, я пойду. Пусть от Иисуса вновь, крикни, я пойду. Пусть от Иисуса вновь, крикни, я пойду. Ты моя песнь, тебе лишь моя сила. Да святится во мне имя Твое, во всех поступках будет Твоя воля. Примудро строишь царство Ты свое, и в этом наша часть и наша доля. Хлеб нам насущный, дай на каждый день. Мы так нуждаемся в насущном хлебе. Все на земле лишь прах и тлен. Надежда наша, Ты, Господь, на небе. Прости все прогрешения, Отче, нам. Дай силы жить в любви, других прощая. Свои молитвы направлять все к небесам. Дядя Сною, ты их принимаешь. И в искушение нас, Создатель, не введи. Когда испытываешь сам, веди за руку. Легко мне идти, когда ты впереди. Чуть удаляюсь от тебя, претерпеваю муку. И от лукавого, пожалуйста, избав. Следит за нами, он с утра до ночи. Ты на кресте над ним победу одержал. Чтоб жили мы победно, он не хочет. И да приидит царствие Твое, И слава, и сила вовеки. С Тобой пройдем и поприще свое, Здесь слабые земные человеки. Аминь. Спаситель, церковь ждет Твоя лишь Твоего явления. Спаситель, церковь ждет Твоя лишь Твоего явления. Когда придешь из света твое явления. Чтоб снять ее твое явление. Когда живя навстречу дней, Пройдешь поток любви Твоей, Пряди скорее, о Боже, Пряди скорее, о Боже. Господь, хотя во всякий день, Ты в церкви пребываешь, И не звучит без звезд Твоих, И всех ты утешаешь, Но все же трачьим при душой, Чудитик, кричу, И слепой. Пряди скорее, о Боже. Пряди скорее, о Боже. Дай Бог ростям, Чтоб мы всегда Среди веки сияли, Чтоб небо росли никогда, Чтоб мы во тьме не спали, И чтоб когда Аминь. Аминь. Гряди скорее, О Боже, Гряди скорее, О Боже. Аминь, которая прозвучала, на нем можно уже сказать Аминь. Это слова невесты церкви, которые готовы встречать своего жениха. И хотелось бы, чтобы побольше таких духовных песнопений не звучали в нашем сердце. Сегодня я буду продолжать тему, уже начатую мною. Господь так побуждает говорить о Втором пришествии Христа, о восхищении церкви. Об этом говорил сам Господь Христос, живя на этой земле. Евангелист Матфей, 24 главе. Записал эти слова, слова Господа Иисуса Христа с 36 стиха, 24 глава Евангелия Матфея. «О дне, житом и часе, никто не знает ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две милища в жерновах, один берется, а другой оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Господь, говоря о Своем пришествии, Он некоторые примеры приводит и прообразы, чтобы могли немножко призадуматься люди и понять, и посмотреть, как было и как будет. Состояние людей тогда и сейчас вспоминается один прекрасный герой веры, Инух. Шестой от Адама, седьмой от Адама, он ходил пред Богом. И как он ходил? О нем сказано, что и не стало его. Он не просто умер. Он был взят живым на небеса. Он стал парообразом восхищения церкви. Когда мы ходим праведно пред Богом, неизменно произойдет это событие, мы будем взяты живым на небесах. Когда-то Бог говорил Аврааму, утаил ли я от мужа, что хочу сделать? Господь не хочет утаить и от церкви своей что хочет сделать? Он хочет взять ее от земли и ничего не утаивать. Как это будет происходить? Господь записал на страницах Священного Писания. И нам становится понятным и ясным. Однако это затрагивает наши чувства, эмоции и переживает сердце наше. Буду я взят или нет? Слова, которые сказал Христос, один берется, а другой оставляется, составляет остановиться и встрепенуться. Я буду взят или оставлен? Хотелось бы говорить о том благословенном моменте и много уделить этому вниманию. Это первому моменту быть взятым от земли. Это, я уже сказал, это благословение. В этом благословении видится радость. Радость встречи, о том, которого так долго ждали. И вот сейчас мы встретимся, мы увидимся. Это долгожданный момент. Это радостное событие. Но к этому событию, оказывается, нужно быть готовым. Христос так и сказал. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Что такое быть взятым? Это дождаться этого момента. Это означает, что Господь возьмет ту небесную отчизну, куда мы стремились, о чем мы много пели песен, рассказывали стихом и проповедовали. Говорили Господи Иисусе Христе другим. Но второй момент заставляет нас стропянуться. Не только за себя, но и за близких и родных, которые возможно, но мы не хотим этого. Мы предлагаем максимум усилий и молитв, постов, и многое другое, что мы делаем, говорим, предупреждаем. это к этому моменту придут в разном состоянии. Поэтому один берется, а другой оставляется. Эти разные состояния, они настолько противоположны, что я могу одно сказать. Действие Божие а выбор за человеком. И не может Господь ошибиться в этом действии. И никак Он не ошибется. Он найдет свою церковь, которую избрал из этого мира, осветил, очистил ее, предал себя за нее, отдал себя, всего самого, чтобы приготовить ее к этому славному моменту. И Он это сделает. Но что такое быть оставленным? Мы, я хочу поговорить немножко попозже. Немножко рассказать этот пример, что к каждому Господь особо подходит, говорит, предупреждает, и даже через сновидение, говорит, и человек, пробудивший это сна, он ясно понимает, что ему нужно сейчас сделать, что нужно исправить в своей жизни. Как-то уже давно было, лет 30 или 25 назад, от моей тети, которая за океаном живет, пришло письмо. Это для нее было предупреждение, но она решила поделиться теми переживаниями. Господь открыл, что церковь, Христос приходит за церковью, и вот звучит голос, что жених идет, и она приходит в церковь, приходит в церковь и видит сидящим в церкви, членов церкви, и одни одетые в светлые одежды, в белые одежды, а другие в темные тома, черные одежды. И она вдруг понимает это состояние и разность одежды, и она подходит к одним и говорит, что Христос приходит, и они радостно поднимают глаза к небесам, это радостное событие, которое они ждали, а другие, которые были в темной одежде, никакой реакции, как ни теребить, и это ничто не происходит, и вдруг она вспоминает, обращает внимание, а в какой же я одежде нахожусь? И вдруг она пробуждается. В какой же я одежде нахожусь? Пусть этот вопрос задаем каждый день, каждое мгновение и поправляем. Это одежда, которую Господь дал в день покаяния, одежды светлые, белоснежные, чтобы не были они запятнанными. Что такое быть оставленным? Это не быть в числе церкви взятых на небеса. Это трагический момент для таковых людей. Церковь взята, а я остался. Дверь закрылась, а я нахожусь вне церкви. апостол Павел писал к римлянам в 11 главе 25 стихом 2 полустиши, что есть число, тот, кто войдет этой дверью, пока не войдет полное число язычников. Мы не знаем, когда наполнится полное число язычников, и Господь затворит двери церкви и возьмет ее в небеса. В каждом отдельном случае этого момента, когда человек будет оставлен, это личная трагедия и создание позднего раскаяния. Я опоздал, я не успел, зачем я оставил на потом? Господь стучался в мое сердце, я знал, но я отлаживал на потом, на завтра. Господь говорит и сейчас придите ко мне, есть время, есть время еще. Господь говорит, я дал время ей покавится. Господь отпускает время. Но еще и другой есть момент, когда Господь берет свою церковь, но другой оставляется, это обольщение грехом. Когда человек впал в грех и находится в таком состоянии, он понимает, что это опасное состояние, и что нужно опять возвратиться, раскаяться, подобно Давиду, который записал в 50-м псалме, сегодня он брат процитировал, это точно, человек не останется на дне великой скорби, как брат уже сказал, врагу на посмеяние. Мы понимаем тогичность этой ситуации, ничего не можно сделать, ничего не можно поправить. Пока есть время, Господь стучит в наше сердце, чтобы никто не остался опоздавшим. В небо никто, ничто не войдет, ничего нечистое, записано в Откровении 21 главе 20 стихом стихом. Никто преданный мерзости лжи, а только те, которые написаны у Ангца в книге жизни. Мы поем один прекрасный гимн, псалом, где постоянно в припеве звучат слова. Мы как бы спрашиваем Господа, я записан ли там книги жизни? Господь вписывает наше имя книгу жизни, когда мы приходим в молитве покаяния перед нашим Господом, он не изглаживает из этой книги жизни это имя. Мы прекрасно понимаем, какую это радость. И Христос ученикам своим говорил, радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни у Ангца. Эта радость должна быть постоянной в нашем сердце. И мы благодарны Господу, что Господь вписал книгу жизни наши имена. Но Господь также говорил и те слова народу своему. вы увидите в царстве Отца, в небесном царстве Авраама, Исаака, Иакова о себя, о себя изгоняем вон. Какая какая-то трагедия быть изгоним вон. А также Христос образно говорил, что вы придете стучать в двери. Когда-то я стучал в твои двери и говорил, чтобы ты оттворил. Я войду и буду вечерять, а ты со мною. Но теперь ты стоишь за дверью и стучишь в это сердце, а Господь говорит, я никогда не знал вас. Мы прекрасно понимаем, что это к нам не относится, если мы уже с Господом, мы вошли в это обетование, мы знаем, что это может отнеститься к нашим близким, за которым мы молимся, к нашим соработникам, тем другим людям, и нам не безразлично, что они будут оставлены. Так позаботиться нужно нам, сказать им молитвы предстоять пред Господом, Господи, не допусти этого, чтобы это случилось с ними. Господь, прежде всего, Он предупреждает, не хочу оставить перед Авраамом, что хочу сделать, и не хочу оставить церковь без внимания, что хочу сделать, и когда хочу сделать, и как это будет происходить. Господь подробно останавливается, в последний момент очень часто звучит, и мы слышим и в проповедях, и в пении, в стихах, даже мы читаем и в книгах о том, что Господь придет. Пусть это побуждает наше сердце быть готовым к этому моменту и заботиться о тех, которые еще не вошли, не вошли в этот ковчег спасения. Но есть предупреждения, которые гласят нам, чтобы мы немедленно подобно Лоту, спасай душу свою на гору и не оглядывайся. Испоминать слова Христа, вспоминайте жену Лотову, которая все же оглянулась и осталась памятником истории, чтобы не поступать, не оглядываться в этот мир, потому что останешься на том месте и не будешь ты взят в небеса. я хотел бы обратиться к тем, которые еще медлят и не покалят своей жизни, которые, возможно, благословляют мужей своих, детей, внуков или кого-то другого, чтобы они шли за Господом, а сами, а сами еще медлят. Возможно, у тебя работа престижная, ты думаешь потерять ее, возможно, у тебя есть еще какие-то отговорки и ты медлишь, вот я когда выйду на пенсию или что-то другое сделаю, тогда пойду примирюсь с Господом, но будет возможно и поздно. Сейчас время лета Господня, благоприятный день спасения. Позаботься о своей душе, Господи, я благодарен тебе, что ты возьмешь меня к себе. Мы сейчас должны молитвы предстоять пред Господом и благодарить Господа за те обетования, которые дал как церкви и молиться о том, чтобы Господь садил нас достойными звания, которые хочет нас видеть и помолиться также о наших дорогих и близких, которые еще не в мире. И сейчас мы в молитве будем предстоять пред Господом об этом. Аминь. Чудная милость Божья Больше моих веков, но описать как нужно не нагрожу я сном. Бог закрушил от ковы, снял непосильный век, я счастлив благодать Христову жизнь дает. Как чудесно пламя Дай Христову глубже океана и морей, в чешевой высаде и от жизни здоровья восстанет за днем христову. Шире всех земных путей грехов и милость изгоняет всякие грехи за нуждень твой. Господь тебя, Господа Иисуса честному. Чудная милость Божья хочет трудиться искать, радость сердцам множить и до конца спасать. Время приходит снова радостный свой народ и поет благодать Христову. жизнь моя как чудесно благодать Христову, лучше океанов и морей, жившим Богу славен, как чудесно заразит вас, славяне вся буря лошадь мою душу. Шире всех земли путей греховы милость изгоняет всякий грех и заплужение тьму. О, славь имя Господа Иисуса честному. чудесно 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 милость Божья ваших глаз и людей преобразить умеет кротких не будете место для них готово и дару Христа и кровь не поют благодать Христова чистая. чудесно чудесно благодать без славы лук же океаном и морей свежим и слави милость и рожде Господь дарит всякую милость мою душу. Шире всех земли путей греховы и власти изгоняй всякий грех и завлуждение твой Господь имя Господа Иисуса честен Бог слава и чести нашему Господу Иисусу Христову. В заключении нашего собрания возможно у кого-то есть желание покаяться, попросить у Бога прощения, чтобы иметь жизнь вечную, иметь восхищение, быть взятым, взятым на небеса, поэтому, пожалуйста, вы можете это сделать сегодня, прямо сейчас. Собрание сегодня в 5 часов вечера. Во вторник у нас молитвенное собрание и разбор Слова Божьего, второе послание Тимофею. В пятницу в 6 часов продолжение нашей занятии с крещаемыми и в следующую субботу в 5 часов и воскресенье в 9 и в 5. Молитвенная просьба Григорий Петрович Олейник просит церковь помолиться о его здоровье, чтобы Бог укрепил его веру, надежду и упование на Господа и укрепил здоровье для славы Божьей. Просьба к церкви помолиться за Таню Новик, большое давление и за мужа Ваню сильно пьет, чтобы Бог остановил его и вернул в церковь. У кого есть приветствие к церкви, пожалуйста, можете передать. Церковь Христа Спасителя передавил вам сердечность. Принимаем. У меня тебя привет от Брянска, Сарагутска, и Светлая Уллова. Принимаем. С Новоазовска принимаем. Занил Владимирович передавал привет с вас. Валера передавал всеречный привет и с Трусковца. Пожалуйста, еще. Принимаем. Принимаем. Примите привет, Санкт-Петербург. Принимаем так же. С Закарпатья, Смукачева принимите приветствие. И также из Макеевки Саша, помните, проповедовал как-то у нас, передавал тоже сердечный привет. Еще, пожалуйста. За все приветствия сердечно благодарим. И от нашей церкви просим передавать сердечный привет. Закончим молитвой. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня учил нас, учил многому и готовил нас к восхищению. Мы молим Тебя, чтобы наш посев, он всегда был добрый, чтобы и всходили добрые семена, давали добрые плоды, чтобы через это имя Твое Божье было благословенно и прославлено. Молим Тебя, чтобы душа наша не унывала, чтобы всегда мы жаждали к Тебе, как жаждет лань к потокам воды, так к Слову Твоему и к Тебе, великому Отцу нашему, чтобы мы всегда устремлялись, чтобы мы были готовы ко встрече с Тобою. Гряди, Господи, для того, чтобы взять нас от этой земли и не только нас, но также родных наших и близких, незнакомых еще людей и знакомых, за которых мы молимся и уповаем на Тебя. Благослови, чтобы и они могли употребить это время для спасения и быть также восхищены вместе с Церковью. Молим Тебя за Григория Петровича, чтобы Ты благословил его и дал Твою божественную помощь, чтобы он мог еще приходить в Дом Божий, укрепил его веру. Молим Тебя, чтобы Ты благословил Таню Новик и снизил ее давление, чтобы она могла приходить в Дом Божий. Молим Тебя за Ивана Юзефовича, благослови и дай, Господь, ему прийти в себя, прийти в себя и вернуться к Тебе, великому Богу, чистоты и святости, и прийти, вернуться в Церковь. Благослови нас, Господь, в продолжение этого дня, где мы будем с кем встречаться, общаться, кому будем свидетельствовать, дай, Господь, божественную помощь. И вечером, собравшись вместе, достойно прославить имя Твое. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа всегда пребудут с нами. Аминь. С миром Божьим, Божьим до вечера.